Ну а перед началом этого видеоролика я хотел бы вас поздравить с прошедшим уже Новым Годом и также напомнить, что 8 января 2019 года у нас на канале будет проходить новогодний стрим. Сыграем как в FIFA, так может быть и в Pro Evolution Soccer и также будет несколько каточек в Fortnite. Так что приходите, будем всех ждать и рады видеть. Приятного вам просмотра! Всем привет, друзья! С вами Андрей Хорев, канал Футбол. До жизни! Мы продолжаем с вами рубрику «Футболисты через 5 лет». Сегодня у нас на очереди защитник футбольного клуба «Спартак» Илья Кутепов, игрок сборной России, который шикарно провел чемпионат мира. И сегодня у нас также заключительный ролик с футболистами из сборной России. Но, так что, приятного вам просмотра! Мы начинаем! Итак, закончился первый сезон за Илью Кутепова. «Спартак» занял четвертую строчку, чемпионом стал «Локомотив». Кубок России выиграл «Рубин», обыграв в финале «Санкт-Петербургский-Зенит» со счетом 1-0. «Спартак» вылетел в 1-8 Кубка России от Ростова со счетом 2-1. Лигу чемпиона выиграла «Бавария», обыграв в финале «ПСЖ» со счетом 2-0. В Лиге чемпионов в группе «С» «Спартак» занял третью строчку и вышли в Лигу Европы. Лигу Европы выиграл лондонская «Челси», обыграв в финале «Андерлэфт» со счетом 4-0. В Лиге Европы «Спартак» вышел в 1-16 и попал на «Реал Соседат» дома, обыграл минимально со счетом 1-0, а в гостях проиграл со счетом 2-0. На чемпионат мира 2018 года сборная России не квалифицировала, заняв только пятую строчку в квалификации. Итак, закончился второй сезон за Илью Кутепова и «Спартак» занял шестую строчку, чемпионом стал «Зенит». Кубок России выиграл «Спартак», это первый трофей Ильи Кутепова за «Спартак». «Спартак» обыграл 2-0 Краснодар в финале. Суперкубок Европы выиграла «Бавария», обыграв в финале «Челси» со счетом 3-0. Лигу чемпиона выиграл «Манчестер Сити», обыграв в финале по пеналите «Баварию» со счетом 4-3. В Лиге Европы в группе «Джи» «Спартак» занял первую строчку в группе с «Весбромвичем», «Рапидом», «Вьен» и «Рейнджерс». В 1-16 и «Спартак» попался «Галатасарай», «Спартак» их прошел в 1-8, попалась «Герта», он их тоже прошел, но уже в 1-4 попалась «Валентия», но они все равно только минимально проиграли «Испанскому клубу». Ну а чемпионом Лиги Европы стал Ливерпуль, обыграв в финале «Валентию» со счетом 2-1. Итак, закончился третий сезон за Илью Кутепова. «Спартак» наконец-то высоко поднесся, но это не чемпионство, только второе место, но уже серебро. И 4 очка до «Зенита», который снова становится чемпионом России. Кубок России выиграет «Краснодар», обыграв в финале «Локомотив» со счетом 3-2. «Спартак» вылетел в 1-4 от «Терека» по пенальти 5-4. «Суперкубок Европы» выиграл «Манчестер Сити», обыграв в финале «Ливерпуль» со счетом 3-1. «Лигу чемпиона» выиграла «Бавария», обыграв в финале «Тоттенхэм» со счетом 3-2. В Лиге Европы в группе «А» «Спартак» вышел со второй строчки, «Бетис» с первой. Также участвовал «Мальмо» и «Рэдбуль» Заренбург. В 1-16 «Спартак» вылетел от «Милана» со счетом 3-0 в общей сумме, который дошел до финала, но в финале проиграл в Санкт-Петербургском «Зениту». И это впервые на моей практике в рубрике «Футболисты через 5 лет» российский клуб выигрывает Еврокубки «Инстал Дмит» и, как неожиданно, в Лиге Европы. На чемпионат Европы сборная «Россия Николистыров» не хватило 5 очков. Третья строчка в квалификации. Итак, закончился четвертый сезон за Илью Кутеповой. Чемпионом стал «Спартак». На 4 очка он обогнал «Санкт-Петербургский «Зенит», который хотел уже третий год подряд стать чемпионом России. Но, наконец-то, чемпионом стал «Спартак» для Ильи Кутепова. И он становится чемпионом страны. Кубок России тоже выигрывает «Спартак», обыграв в финале «Уфу» со счетом 3-1. То есть в этом году все российские достижения выиграл именно «Спартак». Суперкубок Европы выиграла «Бавария», обыграв в финале «Зенит» со счетом 2-1. В Лиге Чемпионов группе «Аш» «Спартак» вышел вместе с «Тоттенхэмом» в плей-офф Лиге Чемпионов, оставив «Лейпциг» в Лигу Европы, а «Селтик» вообще вылетел. Кстати, «Спартак» – это единственный клуб в этом розыше Лиге Чемпионов, который вышел из группы. Лигу Чемпионов выиграл «Тоттенхэм», обыграв в финале «Арсенал» по пенальти со счетом 5-4. «Спартак» вылетел в 1-8, попав на «Барселону» и проиграв в 5-3. Лигу Европы выиграл «Лаксу», обыграв в финале «Севилю» со счетом 2-1. После «Золотого» сезона для «Спартака» Илье Кутепову предложил перейти в «Лондонский Арсенал» и Илья согласился. Итак, закончился последний пятый сезон за Илью Кутепова. Он перешел летом в «Лондонский Арсенал», который закончил сезон на девятой строчке. Чемпионом стал «Манчестер Сити». Кубок Англии выиграл «Манчестер Унайтед», обыграв в финале «Ливерпуль» со счетом 2-1. «Арсенал» вылетел в полуфинале от «МЮ» со счетом 2-1. Кубок Лиги Англии выиграл тоже «Манчестер Унайтед» со счетом 2-0, они обыграли «Водфорд». Суперкубок Европы выиграл «Лацио», обыграв в финале «Тоттенхэм» со счетом 1-0. «Арсенал» в Лиге Чемпионов в группе «Д» занял последнюю строчку и вылетел из всех Еврокубков. Также московский «Спартак» в группе с ПСЖ «Ювентусом» и «Сивилей» вылетает из Еврокубков. Чемпионом Лиги Чемпионов становится «Челси», обыграв в финале «Атлетика Мадрид» со счетом 2-1. Лигу Европы выиграет «Борусия Дуортмонтов», обыгрывая в финале «Монпелье» со счетом 3-1. На чемпионат мира сборная России не квалифицировалась, не хватило 4 очка до заветной второй строчки. В чемпионате России после ухода Лигу Тепова «Спартак» занял вторую строчку, чемпионом стал «Зенит». Продолжение следует... Ну что ж, друзья, выпуск подошел к концу. С вами был Андрей Хорев, канал «Футбол – это жизнь». Переходите также в группу ВКонтакте, там будут голосования по поводу продолжения рубрики «Футболисты через 5 лет». Голосуйте за те страны, которые вы хотите видеть в продолжении этой рубрики. До новых встреч, друзья. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok